Что такое меры по обеспечению безопасности? Мы вот долго разбирались, читали и пришли к такому выводу. Кто? Во-первых, кто будет определять, обеспечивали родитель меры безопасности? Что в них входит? Списка, то есть вот этого вот четких критериев, их нет. Но таким образом, вот понятие несчастного случая полностью нивелируется, да? То есть мы знаем, что у нас дети не живут в идеальном мире, где все безопасно. Ребенок может просто бежать, упасть, удариться где-то. Но это дает право привлечь родителя по вот этой статье. И сказать, что ты, родитель, не обеспечил меры безопасности для ребенка. Или ребенок обжегся горячим чайником. Ребенок обжегся, да. А ребенок там, ну, то есть любая малейшая травма может стать основанием обвинить родителя в необеспечении меры безопасности. И это тоже, сейчас я договорю, и это тоже основание для вмешательства в семью. Вот, с одной стороны, как бы радостно, что дети уже совершеннолетние. Я так понимаю, у кого совершеннолетние дети, им тоже нельзя расслабляться, потому что они будут заводить семью. И если вы захотите внуков, то у вас там будет проблем просто куча. Ну, вот у меня, например, сын взрослый, да, то есть я ему даю это все почитать. И он после прочтения сейчас все чаще говорит, мам, а я не хочу иметь детей с такими законами. Каждый может прийти, у меня его ребенка отобрать. Это еще пока на уровне психологического воздействия, да, а когда это все начнется практика, а мы знаем, какое у нас качество государственного силового аппарата, ну, это вообще караул будет.